Менее чем за год владения Tesla Model 3 я побывал в ремонте уже два раза. И дело не в машине, дело в том, что я два раза попал в аварию. Первый раз так, слегонца, а второй раз машина превратилась просто в груду металла. Но обо всем по порядку. Сегодня я в подробностях расскажу о том, что случилось, а также будет небольшая исповедь. Погнали. В прямом смысле. Погнали. Ребят, напоминаю то, что сейчас на моих каналах проходит конкурс на игровой компьютер. Осталась неделя. Успевайте участвовать, ведь это реально крутой шанс выиграть игровой компьютер на очень простых условиях. Подробнее по ссылке из описания. Ну что ж, тянуть не буду. Переходим сразу к сути. Первая авария произошла буквально в первые недели владения этой машиной. Сразу после покупки машины я просто не мог ей нарадоваться и расъезжал просто ежедневно очень и очень много километров. И в один прекрасный день я собрался поехать в свое любимое место здесь, под Валенсией. Очень красивый пейзаж. Там, в общем, такая природа, прям красотень. Решил, ну раз у меня есть машина, значит надо сгонять. Случилось следующее. На дороге был ремонт, а также мне прямо в глаза светило солнце. К сожалению, я пропустил, не заметил огромный булыжник, который находился прямо на моем пути. Прямо как сейчас. Я вот так вот ехал по шоссе, но просто были вот знаки, то что ведется ремонт дороги. Ничего не было раздолбано. Идеально ровная трасса. Поэтому я вот как сейчас включил автопилот, ехал, держал руки на руле и, собственно, смотрел на дорогу. Ну вот как-то не заметил. И правое переднее колесо у меня лопнуло. Сразу же, в ту же секунду, на экране загорается уведомление. Такое прям красное, пиздрящее, говорит о том, что у вас в правом переднем колесе нету давления в шине. Срочно выполните остановку при первой же возможности. Мне страшно сейчас за камеру было, потому что на таких круговых движениях она может свалиться. В общем, я прямо там же остановился. Меня очень удивило то, что машина это, в принципе, распознала. Я о том, что это был булыжник, узнал уже постфактум. То есть я думал, просто лопнуло колесо. Не было ничего мне понятно на тот момент, потому что я, еще раз говорю, булыжник не увидел. В общем, в этот же момент я звоню своему чуваку в Тесла, говорю, как так лопнуло колесо, что делать, куда везти машину. Он говорит, ну отвези в любую шиномонтажку, там типа починят. Я звоню в страховую, страховая приезжает, эвакуатор приезжает, забирает машину. Мы едем в шиномонтажку. И когда уже приезжаем, я вижу то, что у меня просто раздолбанный диск. То есть полностью колесо пришлось поменять. Я отвез машину в Тесла, ее очень быстро починили. Сервис, конечно, просто невероятный. Несколько дней и машина была готова. На это пришлось потратить больше тысячи евро. Это буквально стоит дороже, чем чей-то Жигуль. Ну да ладно, я уже только потом понял, что это мне могла покрыть страховка, если бы я позвонил в полицию и сказал о том, что произошло. Уже там в Тесла мне, короче, сказали то, что я мог спокойно позвонить в дорожную полицию. Они бы составили протокол. И я бы просто бесплатно себе поставил новое колесо, потому что все-таки вина была не моя. Кто-то оставил на дороге булыжник, который расхреначил мне правое переднее колесо. Ну да ладно. Но вот эти фотки, которые я выкладывал в Инстаграм, никак не могут относиться вот именно к этому случаю. Что же произошло? Я поехал со своими новыми знакомыми девочками в Мадрид. Решил так свозить, покататься на выходные, чисто на день с утровых или вечером приехали. В эту дорогу, по дороге из Мадрида в Барселону, произошла авария. Моя машина, как сказать, мягко просто раздробила забор. Бетонный забор, который был сделан из блоков. То есть, вот буквально там осталась дырень. Я, конечно, вам сейчас фотки и видосики приложу, но это было максимально странно. Мне выстрелила подушка прямо в лицо. В общем, было необычно. Было очень необычно. Экспириенс, как скажем, действительно новый. Самое главное то, что вина была не моей. Ё-моё, как ты близко едешь. Но об этом я сейчас тоже расскажу. То, что за рулем был не я. Что же происходит после того, как ты попадаешь в аварию на Тесле? Я думаю, вы слышали то, что этот автомобиль является одним из самых безопасных на рынке. Вообще, на общедоступных дорогах это считается самой безопасной машиной. Сразу после того, как эта тачка влетела в стену, буквально в стену, сразу же в этот момент сработала функция SOS. И набрала, собственно, в службы спасения. Потому что вылетели подушки, да? Ну, понимаете, то есть должна быть прям причина веская, когда эти подушки выстреливают тебе прямо в лицо. Просто так эрбэги не срабатывают. В общем, в этот же момент мне говорит диспетчер из SOS, что случилось, нужно ли вызвать там подмогу. А именно скорую помощь. Я говорю, нет, все в порядке, типа не сильная авария. И действительно, авария была не сильной. Примерно на скорости 15-20 км в час мы в эту стену впендюрились. Но дело в другом. Сразу же в этот момент, как я договорил со службами спасения, мне звонят уже на телефон представители Tesla из главного офиса в Испании и говорят, что делать дальше. Понятное дело, я нахожусь в тот момент просто в шоковом состоянии, не понимая, что делать, как так произошло. Ё-моё! И очень, конечно, мне помогло то, что мне вот позвонили по телефону и сказали, смотри, чувак, все ли в порядке? Первое, нужно ли вызвать, опять же, тебя скорую? Я говорю, нет, все действительно в порядке, не стоит. Мне нужен эвакуатор. Они говорят, первым делом позвонив полицию, вторым шагом набери своей страховой компании и расскажи им, что произошло. Я говорю, большое спасибо, все прекрасно, машина на ходу. Сейчас мы ее, конечно, отвезем в сервисный центр, немножечко починим бампер и все будет окей. Я еще на тот момент не вышел из машины, не увидел реального дэмэджа и это все происходило буквально в несколько минут. Из-за того, что ситуация произошла действительно странная, просто на огроменной широченной дороге машина въехала в стену. Я не хотел звонить в полицию, потому что, ну зачем эти лишние шаги? Просто хотел дозвониться до своей страховой, сказать, что случилось, чтобы они отправили эвакуатор и машину быстренько отвезли в сервисный центр. К сожалению, дозвониться быстро до страховой не получилось, это было воскресенье, очень забита была телефонная их линия и именно поэтому я буквально два часа простоял на этом месте, звоня в свою страховую. Но это не самое главное. Пока мы там были, кто-то проехал, а место такое, ну типа воскресенье, рабочая какая-то зона, там никого в принципе быть не должно. Но в этот момент проезжал какой-то чувак и, видимо, он набрал в полицию. Приезжает полиция, спрашивает, что, как, все, всех расспрашивают. Я говорю, да так, просто газ с тормозом все перепутал, ну чтобы не подставлять тоже человека, который был со мной за рулем. Они составили протокол, нас расспросили, узнали у меня, выпал ли я, почему так произошло, как вообще. Спросили, может быть, это на автопилоте машина сама сделала, ты тут ни при чем. Мы говорим, да нет, какой автопилот, да автопилот еще далеко, автопилот бы точно так не поступил. На тот момент уже было понятно все происшествие, на тот момент было уже видно дэмэдж, который был произведен автомобилю. На экране появились сообщения о том, что типа машина не может не сдвинуться с места, у нее начало жестко глючить систему. То есть вот этот экран, с помощью которого ты управляешь абсолютно всеми функциями, перестал работать. А также селектор передач, вот этот вот гир-селектор, также не хотел ничего делать. Машина ушла полностью в сейв-мод и не давала ее сдвинуть с места. А я был на бордюре, ее нужно было просто каким-то образом сдвинуть на погрузчик, ну вы понимаете. На асфальте лилась куча разных жидкостей, машина выдавала ошибки, не ехала, колесо было вмято, бампер был вмят, радиатор вмят, капот немножечко задет. В общем, не весело. Ну и самое, конечно, прикольное, это было увидеть разрушенный забор, просто огромные вот эти вот питонные пласты, которые разлетелись на метров пять вперед, если не больше. Кстати, пока я тут рассказываю, мы проезжаем в военную базу, я вижу военных с автоматами слева, как-то здесь стремновато снимать, но да ладно. Короче, все абсурдно ситуации, я думаю, объяснил. Действительно, невероятно дурацкая, тупая авария, которая произошла частично по моей вине, но я сейчас об этом расскажу, которая вышла мне в 15 тысяч евро. Ремонт, друзья, ремонт в 15 тысяч евро, который занял более полтора месяца. Машину пришлось отвезти в сертифицированный сервисный центр Tesla в Мадриде, самому отправиться в Валенсию к себе домой на такси, которое благо оплатила моя страховая компания. Пришлось, в общем, очень сложно разбираться на испанском, что где сломалось, как так произошло. Но сразу же после этой аварии, пока шло время, мы уже вернулись домой, с тем человеком, который совершил эту аварию, я поговорил, мы с ним договорились, что он, конечно же, вернет ущерб. То, что он заплатит полностью за ремонт, который, собственно, произошел только по его вине. Ну, вы слушайте дальше. Сразу после того, как я забрал машину с ремонта, это еще раз прошло полтора месяца примерно, я пишу человеку, на которого я понадеялся, да, и говорю, слушай, ну ремонт завершили, ты мне хотя бы часть денег отправь. Я буквально, вот буквально вытащил деньги из всех своих инвестиций, вытащил все свои сбережения и отдал их только за то, чтобы забрать эту машину из ремонта. Поехал в Мадрид на поезде, забрал машину, приехал в Валенсию. И на этом мне говорит человек, я ничего тебе платить не буду. Слушай, вообще ты сам виноват, и тут моей вины нету никакой. Думаю, здесь стоит пояснить, что произошло на самом деле. Я познакомился с девочкой, ради конфиденциальности и приватности не буду разглашать ее имени и фамилии. Мы с ней подружились, и всю дорогу, начиная с Валенсии, она меня просила сесть за руль. На тот момент я думал, что ей есть больше 18 лет, то, что она совершеннолетняя, но знал то, что прав у нее все-таки нет. Тем не менее, она мне постоянно доказывала то, что очень хорошо водит. Уже не раз брала разные автомобили себе от своего брата и других родственников, и все было окей. Я все время отказывался. Машина на тот момент была буквально трехмесячная, четырехмесячная. В общем, ей было очень мало времени. Она для меня была новой. Но она до сих пор, на самом деле, новая. В общем, я отказывался, но на обратной дороге, когда я уже устал, вышел сходить в туалет, вот как раз в этой зоне рабочей, где и произошла авария. И в этот момент я прихожу, возвращаясь к машине, на водительском месте сидит, собственно, эта девочка. В тот момент я понимаю, слушай, ну, выгонять ее не буду. Она с жалобными глазками на меня смотрит и говорит, пожалуйста, пожалуйста, ну здесь так безопасно, здесь никого нет. Да, я проеду, ну, буквально один кружок. Так, я говорю, окей, ладно, ты уговорила. Она буквально меня уговорила. В этот момент мы садимся за руль. Я сажусь справа на пассажирское сидение. Она садится слева на водительское. Я включаю chill mode, чтобы машина ехала максимально плавно, легко. В общем, чтобы никаких проблем не возникало. И все идет как по маслу. То есть в тот момент все идет как по маслу. Мы уже сделали кружок, возвращаемся. И в этот момент случается следующее. Она, не слушая меня, не нажимает на кнопочку паркинг, а говорит, ну-ка дай-ка я еще раз развернусь. В этот момент в развороте она не справляется каким-то образом с управлением. Каким-то образом не справляется на огромной широченной дороге с управлением. И нажимает вместо тормоза буквально газ. Чуть не сбивает свою подругу, которая была рядом. И в, ну, я не буду материться, врезается в долбанную стену, которую, ну, просто адекватный человек, ну, никак не въедет. Система безопасностями этого автомобиля. Я вообще не понимаю, как такое могло произойти. Понятное дело, что точно там газ машина сделала меньше. То есть акселерация была не настолько быстрой, как обычно. Она увидела препятствия. Но, тем не менее, она же, блин, не робот. Она не может взять и остановиться, увидеть то, что водитель идиот. Теперь, я думаю, ситуация для вас более ясна. Почему виноват не я и почему человек согласился отдать деньги. И он действительно отдал. В первый же день отдала она какую-то сумму небольшую, там, несколько сотен евро наличными. И, по сути, я расслабился. То есть я подумал, ну, действительно, она ответственная. Ответственно подойдет, понятно, сумма огромная, 15 тысяч евро. Денег, возможно, таких нет. Ни у меня, ни у нее. Поэтому будем отдавать потихонечку. Ну, как вы понимаете, проходит полтора месяца. Мне никакие денежки не возвращаются. Я из своего кармана достаю эти деньги. Возвращаю себе машину. На тот момент до меня навалилась просто куча дел, куча обязанностей. Очень я был расстроен тем, что этот человек поступил так некрасиво. В общем, я был подавлен. Мне не хотелось ничего делать. На канале перестали выходить видео. Никакие идеи не приходили в голову. Не было никакого настроения что-то выпускать. Поэтому просто вот по всем фронтам на меня, собственно, надавил вот этот вот мир, так скажем. А я, самое обидное, то, что в эти как раз месяцы, в эти месяцы, планировал поехать куда-нибудь покататься на машине. Хотя бы по Испании. Прямо буквально через неделю собирался после того, как это произошло авария. Ну, тогда я об этом не знал, что она произойдет. Поехать на юг Испании. Приехать к своему другу. У меня этого не получилось сделать. В общем, это уже меня сильно расстроило. Она не отдает деньги. Все вот это навалилось. Неприятно. Вот скажите, друзья, если вы досмотрели до этого уже момента, думаю, вы сможете написать комментарий. Что бы вы сделали на моем месте? У меня было два варианта, то есть общаться по-людски с человеком, говорить то, что, ну, блин, давай хотя бы ты потихонечку будешь отдавать эти деньги, потому что, ну, это некрасиво. Просто некрасиво так не поступает. Так только, ну, настоящие, собственно, мрази делают. Сначала обещают. Не просто обещают, мы даже расписку подписали. Это была ее идея написать расписку о том, что она вернет все деньги. Именно поэтому я тоже расслабился. В общем, я хотел по-человечески. И прошло некоторое время, понятно, что для меня, что для этого человека произошло очень такое психологически сложное событие. Тем не менее, тем не менее, я думаю, то, что через такой промежуток времени уже можно было прийти в себя и начать потихонечку отдавать то, что ты должна. В итоге мне говорят то, что я тебе отдавать ничего не буду. И я решил ничего с этим не делать. Максимально забыть про ситуацию, которая произошла. Забрал машину. Ее не сразу хорошо починили. Пришлось ее отдавать еще раз в ремонт, потому что я торопил очень сильно. Испанцы, народ не торопливый. Делают все очень медленно. Поэтому мне пришлось забрать машину, когда я их торопил уже полтора месяца. Поехать до Юга Испании, увидеть то, что у нее проблема. Она стучала прям очень так сильно. Мне это не нравилось для нового автомобиля. Типа, что? Я починил в официальном сервисном центре, и теперь у меня такие проблемы. Как такое может быть? Но в итоге машину починили. И я, чтобы забыться, отправился в Евротрип. Огромный вот этот трип. Ничего не выкладывал. Ничего никуда не выставлял. В общем, думаю, теперь немножечко понятно, почему контента не было. Но опять же, у меня вот к вам вопрос. Как вы поступили на моем месте? Я вот сейчас, после того, как прошло все это время, после того, как я поговорил со своими родственниками, со своими друзьями, понимаю, что мне все-таки стоит вернуться к этой ситуации, взять адвоката и с адвокатом просто вот так вот чпокнуть вот эту... Ну, в общем, добиться справедливости и получить хотя бы часть компенсации за то, в чем, по сути, я был не виноват. Я знал на тот момент, что у человека нет прав. Но опять же, тут не полностью моя вина. Меня уговорили. Пишите в комментариях, я не знаю. Ситуация опять меня расстраивает, я опять на нервах. Записываю как дурачок по 10 дублей, хотя должен был лайвом это все записать. Надеюсь, вам такой формат понравился. Если это так, то поставьте лайк, что ли, поддержите меня, подпиской на канал, своим колокольчиком, чтобы пропускать... Да, опять... Своим колокольчиком, чтобы не пропускать все уведомления с канала и видеть новые ролики. Здесь по воскресеньям будет выходить контент, связанный с Теслой. Я в первом витосе ответил на вопросы, можете его посмотреть вот здесь вот. А сегодня ответил, собственно, на самую горячую ситуацию, о которой особо не рассказывал. Следующие ролики будут уже более веселыми, более классными, поэтому stay tuned. Пока.